Юрий Смирнов уже год каждую неделю ездит из Жуковского на прием к хирургу ВРКБ Марии Елисеевой. Говорит, только благодаря этому доктору он до сих пор жив и ходит на своих двоих. Год назад врачи из местной больницы вынесли ему страшный вердикт. Диабетическая стопа, показана ампутация обеих ног. Знакомые посоветовали обратиться к специалисту Винновской районной клинической больницы Марии Елисеевой. Он решился и не прогадал. Я даже звоню, когда врачам иногда, тем, с которыми, ну вот, они, а что, тебе ноги еще не ампутировали? Я говорю, нет. У нас в стране очень мало специалистов, именно даже в стране, потому что, насколько я знаю, Марии Евгеньевне из Камчатки люди приезжали. Рассматривая фотографии годичной давности, кажется, что с Юрием Смирновым произошло настоящее чудо. Но Мария Елисеева уверяет, никакого чуда здесь нет. Просто у нее принцип – бороться за каждого пациента до победного. Все направлено на то, чтобы максимально, максимально сохранить опорную функцию конечности пациента и побороться за каждый миллиметр ткани. Чтобы он мог наступать, ходить, полноценно жить. Елена Аршинова из подмосковного Фрязина. Только в самом начале пути к выздоровлению. На прием к доктору они с дочкой Екатерины ездят всего две недели, но уже отмечают значительное улучшение здоровья. Узнали об этом сарафанном радио через подруг, друзей. Узнали телефон, позвонила. Мария Евгеньевна нам не отказала, она нас приняла. Она нам помогает. Обработала рану. То есть, как бы, и у мамы пошел процесс заживления. Мы очень довольны врачом. Человек от Бога, который, блин, выручает всех и в любое время дня и суток и ночи, и она постоянно на связи. То есть, мы, если вот у меня пошла аллергия, так как, ну, бывает такое. Дочка моя позвонила ей и сказала, она сразу сказала, что нужно, как нужно. Мария Елисеева еще в детстве решила, что станет врачом. После окончания Медицинского института Российского университета дружбы народов, двух лет ординатуры в Мониках и защиты к кандидатской диссертации по теме хирургическое лечение пациентов с синдромом диабетической стопы, пришла работать в РКБ. Она берется за самые сложные и, казалось бы, безвыходные случаи, тяжелые гнойные раны, трофические язвы, осложненные формы синдрома диабетической стопы. Всегда нужно давать шанс человеку на сохранение конечности. Те пациенты, которыми мы занимаемся, это пациенты, которые мы уже показали во многих местах, но мы выполняем резекции пяточной кости, остеонекрактомии и заживляем раны. Применяем вакуумные терапии, плазмораны. Сейчас в связи с пандемией Мария Елисеева ведет прием пациентов в развилковской амбулатории, а также два раза в неделю оперирует в красной зоне стационара ВРКБ. Именно благодарные пациенты выдвинули ее кандидатуру на конкурс «Народный доктор», по итогам которого Мария Елисеева была признана лучшим взрослым врачом Московской области. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.